Всем привет! Закончила сборку щитов. В принципе, все как я хотел получилось. Единственное, мне пришлось полностью переделать нишу, потому что в последний момент я переиграл раскладку проводов и мне буквально не хватило на это двух с половиной сантиметров. Полы я выкрасил синий цвет, хотел поэкспериментировать с кейнгом, но что-то пошло не так. Давайте покажу вам щиты и коротко о них расскажу. Давайте начнем со слаботочного щита. Тут все очень просто. Зашло у нас пять линий интернета, зашло сразу в нужное место под сам роутер. И у нас нет никаких лишних переплетенных проводов. Я сниму потом роутер и мы посмотрим, как они подошли. Также зашло четыре линии антенного кабеля, встроенная аккуратненькая розеточка. Все очень просто и ничего лишнего, и смотрится нормально. В нише у нас вот такая вот петелька из проводов. Если потянуть любой из проводов, его можно вытащить на 60 сантиметров. Если его толкнуть, он заедет туда-обратно. Это на тот случай, если люди захотят поменять роутер или вдруг он поломается. Все линии у нас прямиком ушли в подъездный щит. Не всегда это получается, но в нашем случае это получилось. Вот как это все выглядит без роутера. Все аккуратно в нужных местах. Вот про что я говорил. Вы потянули кабель, он спокойно выходит. Надо его спокойно, его опустили обратно. Щит самый обычный, без каких-либо наворотов. Водной автомат, защита видеоуза М50, цветовая группа, группа розеток и силовая группа. Группа розеток и силовая собраны на дифах. Каждое помещение поделено на две группы. Группа розеток и группа света. В принципе, такой щит собрать элементарно. Тут даже, я не знаю, нечего рассказывать. Но как вы заметили, тут нет никаких косичек. Самое интересное внутри. Вот там я вам лучше расскажу, как сделать такую работу. На самом деле, тут все очень просто. Главное, сделать правильную разметку. Чтоб выход кабеля совпадал с отверстиями в корпусе щита. А также рассчитать глубину ниши. Чтоб край муфты подошел вплотную к задней стенке щита. У меня на это получилось ровно 5,5 см. По линиям, где прикручены клипсы, за гипсой идет профиль. Чтоб клипсы держались крепко. Я заранее разделил кабель по группам и зафиксировал группы хомутами. После я подрезал кабель в каждой группе. И по его длине я четко понимал, какой должен быть сверху, в середине и в самом низу. По поводу комментария, предусматривает ли производитель такое использование щита. Если посмотреть правее на корпус, то мы видим много заглушек для ввода кабеля. Значит, это предусмотрено производителем. Просто мои отверстия чуть в других местах. Провода в трубки заходят легко. А сами муфты разборные, фиксируются за щелками. Это очень упрощает укладывать провода в нужном порядке. Все это настолько просто. Это как вязание на спицах, только вместо ниток провода. Вообще, запись видео и сам монтаж у меня заняли гораздо больше времени, чем сборка самого щита. У меня там периодически выключался телефон, садилась батарейка или заканчивалась память в телефоне. Хорошо, когда это делают специально обученные люди, но у меня пока нет такой возможности. Поэтому приходится во всем разбираться самому. Но я думаю, подтяну свои навыки и мои ролики будут более осмотрительны. Сами щиты вклеивать нет необходимости. Достаточно просто прикрутить их на 6 шурупов и они хорошо держатся. И этим самым мы сохраняем доступ к самой нише. По поводу сборки щита тут все очень просто. После того, как собрана ниша и установлен корпус, наши провода будут выходить под каждый нужный нам автомат. Достаточно будет просто их подсунуть ровненько под автомат. И останется только подать питание. Я думаю, буду в дальнейшем практиковать такой способ. Теперь мне стало все понятно. И я заранее могу правильно все просчитать для облегчения этой работы. Да, пускай я повозился с ним чуть подольше, но я получил определенный опыт и навык. И теперь в дальнейшем я, например, могу брать за сборку такого щита не 3000, а 3500. И мне полезно, и заказчику приятно, что у него собран аккуратный щит. Я специально замедлил то видео по сборке ниши, потому что думаю, вдруг кто-то захочет собрать таким способом. Ну, чтобы человек смог нормально все рассмотреть и вникнуть. Если вам это не нравится, я умею говорить быстро, могу делать быстрые ролики. Напишите в комментариях. А так, всем хорошего настроения. Всем пока.